Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Вместе с вами, уважаемые телезрители, а также с гостями нашей студии, общественниками района. Мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Тема сегодняшнего эфира довольно актуальна. Это ценообразование в аптеках, а также социальных магазинах нашего района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, телефон прямой линии 508-86-84. Звоните, задавайте вопросы общественникам нашего района. Постараемся вместе прямо сейчас, ближайшие 30 минут, совсем разобраться. Итак, наши гости сегодня. Это Надежда Николаевна Котович, секретарь комиссии по здравоохранению и социальной политике общественной палаты. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Людмила Сергеевна Седлова, член данной комиссии. Здравствуйте, также вас приветствую. Здравствуйте. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали, нашли время. Ну что же, действительно аптеки и продуктовые магазины, думаю, места, которые частенько посещает каждый из нас, вне зависимости от возраста, от социального положения и так далее. Давайте все-таки поймем, как у нас вообще цены для таких мест определяются. И, наверное, вот кто из вас готов рассказать, давайте начнем с магазинов, наверное, сейчас. Да, давайте. Магазины, слава богу, все-таки чаще аптек мы посещаем. Да, магазины. Ну что же, давайте поймем, вот каковы вообще у нас сегодня цены на продукты, имеются ли какие-либо особые предложения, может быть, сети каких-то льготных социальных магазинов, да, и насколько вот с точки зрения вас, общественников, данные цены у вас справедливы? Ну, я расскажу. Давайте, прошу. Ну, вообще, работа нашей комиссии, это, конечно, решение или помощь в решении тех вопросов, которые на сегодняшний день волнуют наших жителей. И вот как раз тема ценовой политики в магазинах и аптеках, это одна из самых актуальных вопросов и задач, которые стоят вот перед нами общественниками. То есть те многочисленные обращения, которые исходят от наших жителей. И вот в связи с этим, по многочисленным обращениям наших граждан, нашей комиссии, членами нашей комиссии были проведены многочисленные рейды еще в апреле месяца этого года по... На предмет наличия социальных магазинов. Социальных магазинов, да. По социальным магазинам. По якобы социальным магазинам. То есть не соответствуют. Да, потому что в результате вот этих рейдов, а мы посетили большое количество магазинов, которые якобы были зарегистрированы у нас в администрации как целевые. И оказалось, что ни один из этих магазинов уже не имеет статуса социального. Что с прошлого года, с осени, в различных магазинах... Но время было одно и то же. Октябрь и ноябрь 2014 года. А я прошу прощения, сразу прерву. Вы имеете в виду, они не соответствуют их статусу? Нет, уже статус. Вы понимаете, есть статус магазинов. То есть статус у них изъят. Социальный, да. Или как-либо прекращен. Да, все, этот статус прекращен. Почему? Вы знаете, были различного рода объяснения. Кто-то говорил, что повысили арендную плату и не хватает вот этой как раз дельты на снижение цен в социальных магазинах. Кто-то говорил, что просто администрация им отказала в статусе социального магазина. В связи с чем мы написали письмо по итогам этих рейдов. Мы написали письмо в нашу администрацию Одинсовскую и получили ответ. Мы его принесли с собой, но расскажем в трансе так, что в связи с тем, что у нас в городе существует ряд сетевых магазинов, смысл в этих социальных магазинах просто отпал, потому что цены в сетевых магазинах на порядок ниже, чем в социальных. Так. А скажите, вот эти сетевые магазины и, соответственно, их предложения, такие довольно выгодные, получается, ну, как вы говорите, это результат работы самого магазина и его администрации или их, скажем так, обязали, глядя на их там результаты и так далее, власти области региона, да, или района, или всей страны? Ну, вот на тот момент, на тот момент, на тот момент, когда вот проходили эти проверки, и мы тоже посетили и сетевые магазины, да, в сетевых магазинах, конечно, это обоюдное решение администрации, руководителей этих сетевых магазинов о снижении цен в этих магазинах. Но уже даже на тот момент... И проведение акций, которые тоже влияют, снижают цену на продукты. И уже на тот момент, вот на весну этого года, в ряде этих магазинов, перекрестки, например, уже существовали снижения цен для определенной категории граждан, это пенсионеры, инвалиды, люди с ограниченными возможностями, да, и люди, которые являются мылоимущими, будем говорить, да. Людмила Сергеевна, а вот можно вот какой-то более, да, развернутый список данных льготных групп, предположим, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, они входят в данную группу? Да, конечно. А участники боевых действий, предположим? Конечно. Если они все имеют удостоверение участников войны, и они также имеют льготы. Понятно. Еще один вопрос у меня касается, собственно, размеров данных скидок, насколько они существенны, не получится ли, что, допустим, некая бабушка условная, да, с нашими знаменитыми пенсионными, да, выплатами отправилась в такой вот магазин, услышала, допустим, от нас сейчас, что действительно там цена небольшая, выяснилось, что там скидка-то, извините, процента полтора. Не получится ли такой ситуации? Нет, не получится, потому что в августе вышло постановление правительства Московской области о введении скидок в сетевых магазинах на продукты, кроме алкогольной и табачной продукции. Итого, получается, скидки у нас какими конкретно цифрами выражаются? От 5 до 13 процентов. И зависят еще от срока. С 9 до часу, с 10 до 2. В каждом магазине свое время. То есть магазины предоставляют скидки только в определенное время в своей работе, правильно? Да, да. Скажите, вот не вполне понятный вопрос для меня. Это, собственно, на что накладывается данная скидка? Это скидка на каждый товар по отдельности или на итоговый чек? Итоговый чек. И на акционные продукты скидок нет. Не предоставляется? Нет. Ну, я так понимаю, что сетевые магазины обычно предоставляют такие условия данных акций, что там скидки уже сами по себе включены. Но в любом случае, надо уточнить, это, опять же, утвержденный законодательный момент. Да. Понятно. Скажите, вот что еще меня беспокоит? Понятно, что если мы говорим о социально как-то незащищенных слоях населения, тех же пенсионерах, инвалидах, то зачастую это люди, которым довольно сложно передвигаться по городу, если это большие расстояния и так далее. Насколько, допустим, в городе Одинцова и в Одинцовском районе, в принципе, доступны данные магазины? Насколько они расположены удачно, чтобы людям удобно было до них добираться? Мы должны сказать, что как раз вот эти сетевые магазины расположены удачно. С расчетом, видимо, может быть, даже на шаговой доступности. Да, правильно. Шаговая доступность. Примерно, да, это можно так сказать. И они удобны и в прямом смысле доступности для людей маломобильных и инвалидов. И достаточно их много у нас в районе этих магазинов. Конкретную цифру можно назвать? Ну, допустим, вот по столице района, по городу Одинцова. По городу Одинцова, наверное, порядка 20-25 магазинов. Ну, то есть несколько десятков получается. Конечно, да. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Сейчас вместе с общественниками нашего района мы рассказываем вам, вам, да и, в общем-то, друг другу, по всей видимости, о ценах в наших Одинцовских аптеках, а также в магазинах, которые предоставляют некоторые особые скидки социально незащищенным слоям населения. 508-86-84, звоните. Кроме того, напоминаю, что любой ваш вопрос, даже не относящийся к теме сегодняшнего эфира, автоматически рассматривается как официальное заявление в общественную палату Одинцовского района. Звоните. Мы давайте пока вернемся к нашей беседе, к социальной магазине. Скажите, если случается такая ситуация, что магазин, некоторые, да, известно, что он входит, данная сеть входит, да, вот в список магазинов, которые должны бы, по идее, предоставлять скидки. Данный магазин, предположим, посещает человек, и он видит, что реальность не соответствует тому, что было заявлено, то есть там хлеб, грубо говоря, по 200 рублей, вообще не пойми, что творится. А куда вот он может обратиться, чтобы свои права потребителя защитить? Во-первых, такого быть не может, потому что в постановлении правительства Московской области конкретно сказано, в каких сетевых магазинах устанавливаются скидки на продукты. И мы сейчас продолжим данную тему, пока примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Татьяна, местный житель Яя Одинцова с 63-го года. Хотела бы узнать, у меня родители пенсионеры, 75 и 83 года. Есть ли в нашем городе аптеки социальные именно для пенсионеров? И гарантировали ли там лекарства, что нету там подделок? Как бы это проверить? Выметь следу место производства данного препарата? Так, Татьяна, смотрите, у нас сегодня небольшой такой сюрприз, мы, наверное, все-таки упустим. Во второй части передачи будет в студии присутствовать представитель управления здравоохранения нашего района. Он более подробно расскажет о вопросе аптек. И как раз-таки про социальные группы мы будем во второй части передачи говорить. А пока давайте мы ответим на тот ваш вопрос, который касался именно социальных аптек. Итак, наверное, давайте я вас об этом спрошу, как секретаря данной комиссии. Действительно, социальные аптеки, то есть, насколько я понимаю, аптеки, которые предоставляют неким социальным группам населения более выгодные предложения, они в районе у нас существуют? Ну вот, когда мы обратились, да, в управление здравоохранения. Потому что социальные аптеки, они как бы муниципальные. У нас нет муниципальных аптек. И социальных аптек у нас нет. У нас есть только аптеки, в которых отпускаются лекарства для льготных, которые пользуются бесплатным лекарственным обеспечением. То есть некоторые аптеки, извините, я правильно вас понял, некоторые аптеки ряд лекарств бесплатно выдают на руки? Да, бесплатно, по региональному списку или федеральному. По бесплатным рецептам. Ну, я уверен, Татьяну и других наших телезрителей в первую очередь волнует, конечно, не какой-то формальный статус, их волнует, где можно приобрести. Где можно приобрести, да. Много ли таких объектов у нас? Ну, это при поликлиниках. Да, эти аптеки существуют при поликлиниках. То есть, по идее, в любой поликлинике у Татьяны родители придут, им должны назвать адреса конкретных, не препаратов, а адреса конкретных магазинов, аптек. Да, 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 аптек, конечно. А потом, сведения об этих аптеках, они и на Одинцовском телевидении, и в газетах, и на радио. Ну, сами понимаете, конечно, отслеживать все средства массовой информации, это не самая простая задача. Но в любом случае, давайте еще раз озвучим, чтобы нас услышали повторно. Значит, в любой поликлинике должна иметься информация о социальных аптеках. Конечно. То есть, Татьяна может прийти, задать вопрос в регистратуре или при личном визите, и должны ответить. Правильно? Да. Тем более, они сейчас начинают усиленно открываться. Расширяется сеть вот этих аптек для людей, пользующихся бесплатным лекарственным обеспечением. А с чем вот вы все-таки связываете? Почему раньше-то нельзя было? Столько лет, в общем, существовала наша страна, и до этого там Советский Союз тоже не пару лет был. Почему вот сейчас возникла все-таки идея что-то, наконец-то, делать по этой сфере? Вы пока подумайте, мы примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, алло, да. Здравствуйте. Вы знаете, я живу рядом с магазином Оливье. Вот когда он открылся, там были скидки 5% для пенсионеров, а теперь нет. Возможно ли опять это возобновить? Простите, не услышал, как к вам обращаться можно? Валентина. Валентина, спасибо большое за звонок. Оливье, правильно я услышал? Можайская 71 магазин. Оливье, ну понятно, известная точка. Действительно, значит, были скидки, теперь их нет. Я могу, я хочу сказать. Прошу, давай, я понимаю, вовремя в курсе ситуации. Дело в том, что вот этот вопрос уже возникал, и уже вот с этим же вопросом к нам в комиссию обращались жители нашего города. Но, к сожалению, к сожалению, магазин Оливье не заключили договор, вот этот сетевой магазин Оливье не вошел в эту группу сетевых магазинов, которые заключили договор между собой о скидках в своих магазинах. То есть именно Оливье у нас пока не входит в данную группу. Да, да. И получился вот этот вот отрезок, да, от первого микрорайона до четвертого микрорайона, действительно, здесь нету сетевых магазинов. И сейчас, сейчас, мы уже на комиссии поднимали этот вопрос, мы готовим письмо на нашу администрацию города с тем, чтобы они вышли на руководство вот этого сетевого магазина Оливье о предоставлении такой скидки. Вот хотя бы для определенной категории граждан, как пенсионеры. Надежда Николаевна, а давайте, вот я думаю, ничего страшного в этом не будет, прям озвучим, да, названия магазинов, в которых действительно скидки предоставляются. Я так понимаю, они утверждены, как вы говорили, приказом губернатора области. И вот, понимаете, именно с поручением губернатора Московской области вот эти магазины заключили между собой... Перекресток вы озвучивали. Перекресток, Дикси, Пятерочка, Верный, теперь еще здесь какие у нас? Лента, Глобус, Экой, но их, к сожалению, нет у нас в районе. В районе не представлены. Да, да, да. Ну, то есть, зачастую это магазины, которые, я думаю, многим из нас известны, мы их посещаем постоянно. И какие вот должны быть с собой документы, да, которые подтверждают, что действительно владелец этих документов может надеяться на скидку? Социальные карты, да, социальные карты, пенсионные удостоверения, которые имеют силу для льгот. И вот эта договоренность, которая сейчас существует между этими сетевыми магазинами, она, конечно, может быть, 5% это небольшая, небольшая скидка, да. Но ведь в самом начале этой скидки не было, когда мы начинали еще работать, и когда мы начинали вот работать именно в этом направлении по ценовой политике в магазинах. Пятерочки была эта скидка? Ну, она была, да, но на определенный перечень социально значимых продуктов. Это, допустим, мы приходили, стоит молоко. Это не на все молоко была скидка 5%, а вот на определенный. А давайте вот мы сейчас этот вопрос чуть-чуть поподробнее озвучим, какие у нас продукты сейчас все-таки являются социально значимыми, или социальные группы, некоторые населения получают скидку на все продукты? На все. На все продукты. Ну, так что, думаю, ситуация довольно понятна. Ну, что же, я благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Сейчас мы с вами уже... А у меня еще это дополнение. Какое? Я не успела. Ну, прошу, конечно, давайте. Светослав, извините, конечно, я вот по поводу Оливье. Так. И в магазине Оливье, который скидок не имеет, но покупателей там всегда очень много. А почему? Он очень часто проводит акции, большие акции на большой ассортимент продуктов своих. Так что это тоже имеет значение. И все-таки пенсионерам и... Ну, им важно скидки. Будет не то, что важно, это даже приятно, что о наших пенсионерах заботится наше государство, наша администрация, и мы общественники. И, в принципе, мы будем работать и в дальнейшем в этом направлении, и все, что зависит от нас, мы... Ну, как вы, в общем-то, правильно уже говорили, забота нашего государства, общественников выражается не только в продуктовых каких-то вопросах, также в аптечных, для, я думаю, многих слоев населения данный вопрос даже, возможно, в чем-то более приоритетный, чем просто желание очень вкусно кушать. Так что давайте мы потихонечку перейдем к аптечной теме. Людмила Сергеевна, еще раз благодарю, что вы к нам сегодня пришли. А сейчас давайте посмотрим небольшой опрос, который мы, в общем-то, провели на улицах города Одинцова. Наша съемочная группа вышла с очень простой темой. Устраивают ли вас цены на аптеки и аптечные товары? Итак, уважаемые телезрители, выясним давайте, что же вы думаете о ценах на аптечные товары в нашем городе. Довольны ли вы ценами аптечных товаров? Ну, не всегда. Почему? Ну, есть повыше, есть пониже. Например, в этой аптеке может быть одни цены, а вот там совсем другие. Ну, дорожают, дети болеют, приходится много тратить денег на лекарства. Дорогое лекарство, особенно сейчас. В аптеках? Ну, мы недовольны. Там цены, да, свистфантастические. Для пенсионера, конечно, очень цены высокие. Поэтому стараемся не болеть. Скидки маленькие совсем. Там какие-то проценты, не знаю, 3-5. Мы недовольны цены. Есть аптечки, в которых мы покупаем подешевле. Мы знаем эти аптеки. А так очень дорогие цены, очень дорогие. Не могу себе позволить, допустим, некоторые лекарства даже купить. Раньше давали бесплатно, а сейчас не дают. Приходится покупать на свои деньги, экономить даже на лекарства. Не так, чтобы прям довольна. Некоторые лекарства, цены на них завышены, конечно. Но в целом. Часто ли вы посещаете? Часто. А какие с хорошими ценами? Ну, все обычные лекарства, доступные, так сказать, большинству населения. Аналгин, аспирин, цитрамон, уголь активированный, валерьянка, валидол. Вот это все цены очень даже демократичные, можно сказать. Что касается лекарства от давления, там уже цены повыше. Желудочно-кишечные, кишечные заболевания, там тоже повыше цены. Особенно импортного производства, конечно. А часто ли вы посещаете эти аптеки? В моем возрасте, да. Зимой очень часто. Осенью, весной. Но летом реже. Ну что же, судя по беседе, которую наши корреспонденты провели на улице города с нашими земляками, не вполне они, земляки, довольны ценами в аптеках. Там звучали, конечно, довольно нейтральные, даже положительные отзывы о ценообразованиях. Но большей части люди в аптеки ходят часто, и при этом то, что они там видят, их совершенно не устраивает. Сейчас у нас имеется возможность поговорить с представителем управления здравоохранения нашего района. Здравствуйте, это Ольга Михайловна Белая. Добрый вечер. Рад, что к нам сегодня приехали. Вы специалист по лекарственному обеспечению управления здравоохранения, насколько я понимаю. Да. Ну что же, Ольга Михайловна, не могу просто не задать вопрос, почему же все-таки цены у нас такие высокие? Не хотелось бы, знаете, какое-то вот суждение самостоятельно выносить, но люди, мы видели там и пожилые, и уже довольно состоявшиеся, видно по внешнему их виду, да, по лицам, что давно уже живут на белом свете, могут сравнить то, что было, то, что есть, и вот недовольны они этими ценами. Все-таки, почему же они такие, а не другие? Ну что можно сказать? Действительно, медикаменты, если взять из всех товаров первой необходимости, занимают, пожалуй, одну из важных ролей, потому что, когда стоит вопрос о здоровье, человек готов прийти в аптеку и отдать все в этой аптеке. Но мы живем, к сожалению, в рыночной экономике. И поскольку мы живем в рыночной экономике, у нас это все законы рыночной экономики и работают. И поэтому цены на лекарства, естественно, в связи с тем, что произошел экономический кризис у нас в стране, это одно из положений, за почему цены выросли. Экономический кризис, потому что производители разные. Естественно, что лекарственные препараты, произведенные отечественных производителей, цена будет ниже, чем импортные. Поэтому у нас и работает сейчас программа импортозамещения. Об этом все знают. Контролировать цены на лекарственные препараты в коммерческих аптеках, к сожалению, такой возможности у нас нет. Это приоритет прокуратуры и Росздравнадзора. Государственная политика подразумевает контроль только перечня лекарственных препаратов, входящих в список ЖНЛВП жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Здесь цена гарантированная, предельно допустимая цена, выше которой лекарства продавать просто нельзя. Скажите, вот эти службы и организации управления министерства, о которых вы сейчас говорили, в том числе прокуратура, они, я так понимаю, фактически являются службами по востребованию. Но сами-то они рейды, пожалуй, не проводят. Все-таки есть ли какой-то орган у нас, который хотя бы временами встрясывает аптеки и смотрит, что там вообще происходит в районе ценников? Нет, по поручению губернатора, мы с января месяца у нас идет еженедельный мониторинг цен ЖНЛВП по всем аптекам нашего района. Мы как раз об этом говорим. Еженедельно мы мониторим все эти цены. И единственное, положительная динамика все равно есть. Я бы сказала, что... А что вы имеете в виду? По понижению цен. Понижаются. Понижение цен. Это интересная тема. Мы сейчас с вами поподробнее поговорим. На моей памяти, пожалуй, первый раз в мире у нас цены на что-то падают. Нет, там небольшое понижение. Нельзя сказать, что они ухнули и упали на 50% вниз. Но по данным мониторинга получается, что с января по августе исключительно у нас цены упали в среднем на 1,5%. По некоторым видам препаратов. Мы сейчас узнаем, на какие именно. А пока примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я как раз от Ольги Михайловны. Вам моя знакомая фамилия. Глазкиная. Нина Петровна. Я по поводу глазных капель в Лаупрост. Обещали мне. Вот уже 3 месяца. 3 месяца. Нет. И сегодня я позвонила во властное здравоохранение. Мне там так ответили, что их не будет, и в их себе не будет. Что это глазные капли не главный орган для жизни важной деятельности. Очень странно, конечно. Ну, каждый глаз, я на инсулине, каждый глаз, ведь самые осложнения на глаза, на ноги, на почке. А мне ответили, вот такой, не будет вот тебе глазных капель в Лаупрост. Я прошу прощения, Нина Васильевна, да, ведь вам правильно, да? Нина Петровна, Нина Петровна. Нина Петровна. А скажите, вы, вот если не секрет, по возрасту вам сколько лет? 84-й год мне. 84-й год, Нина Петровна. И что же, с глазами проблемы. А это вот какие-то конкретные, да, лекарства, которые вот именно, именно они нужны, никаких там заменителей не получится найти. А мне, я делала операцию, катаракту мне сделали, а мне в глухом еще. Эти глазные капли мне пожизненно капают. На ночь эти капли. Я уже за деньги покупаю. Нина Петровна, если можно, вы сейчас, спасибо за огромное за этот звонок, вы оставьте обязательно свои данные нашему оператору, он сейчас их запишет. Мы это передадим в общественную палату отдельно секретарю Надежде Геннадьевне Налеповой, я лично передам данные-данные, думаю, они с вами свяжутся. Или, я надеюсь, сейчас Ольга Михайловна вам сама в прямом эфире ответить. Ольга Михайловна, ну что за ситуация? Нина Петровна, это глазные капельки, она пользуется льготной категорией граждан, получает глазные капельки бесплатно. В аптеках, те, которые выдают. К сожалению, да, ситуация с глазными каплями, именно под этим наименованием, существуют определенные трудности по обеспечению. Есть часть препаратов, которые заменяют, взаимозаменяемые, но в данном случае не подходит. Ну а что же человеку делать-то? Ну действительно, это катаракта, ну извините, тут даже не надо говорить, что это за проблема. Выхода здесь нет никакого. Только приобретать пока за собственные средства и возможность обратиться. У нас поработает программа администрации района за компенсацией, материальной компенсацией денежной, за потраченные медикаменты. И есть единственный выход, который можно здесь получить. То есть, давайте точно поймем, то есть Нина Петровна может сейчас приобрести капли и компенсирует, гарантированно? И не компенсирует, да, в зависимости от места проживания. А в каком проценте? Полностью. Полностью. Аукционы, нет, с производством мы не можем. Нет, я имею в виду непонятно, понимаете, три месяца, это же безумный срок. Если нет поставки три месяца, да, данных капель, явно там какие-то проблемы на уровне оптовых торговцев, на уровне производителя, нет ли возможности, может быть, желания? Нет, напрямую с производителем мы не можем, государственная программа позволяет закупать медикаменты только по аукционам. Аукционы объявлены, то, что закупили, к сожалению, не хватило, и повторно не объявлены аукционы по закупке. Мы разберемся с этим вопросом в частном порядке, давайте с Ниной Петровной, потому что мы готовы. Ну давайте, конечно, хотя есть у меня подозрение, что Нина Петровна не единственный такой частный порядок, как вы говорите. Ну что ж, давайте тогда дальше перейдем. Скажите, вообще существует ли, если вы правильно сказали, я правильно услышал, некоторые стандарты установления каких-то потолков для цен на некоторые виды товаров, которые считаются действительно жизненно необходимыми. А вот какие это виды товаров? Ну там у нас очень большое количество, там больше двух с половиной тысяч наименований лекарственных препаратов. Ну понятно, у нас вряд ли хватит времени, да. Да, их перечислить нельзя, но из общего направления лечебного эффекта, скажем так. Всевозможное. Там нет ограничений по лечебным эффектам, кроме биологически активных добавок. Они не входят в перечень жизненно важных предметов ухода за больными, не входят в перечень жизненно важных препаратов лекарственных. А есть ли какая-то возможность у наших жителей, ну все-таки этот список увидеть на каком-то, может быть, интернет-портале или по телефону? Он везде представлен. Реестр цен и перечень жизненно важных препаратов, он доступен на любом сайте Министерства здравоохранения, Управления здравоохранения, Росздравнадзора, любое, везде можно. И они у нас в каждом аптечном учреждении, этот список висит. За любой ценой можно обратиться к администратору аптеки, цену покажут, и он может сравнить за то, что он купил и что ему предлагают. И значит, чтобы наши телезрители точно знали, что искать, что спрашивать, как это полностью официально называется, наименование каких препаратов? Жизненно важные, необходимые лекарственные препараты. Наименование жизненно важных и необходимых препаратов. И необходимых препаратов. Да, этот перечень есть. Еще у меня один вопрос касается взаимодействия вашего управления с общественниками района, в частности с общественной палатой. А часто ли вы все-таки друг с другом на контакте проводите какие-то рейды? Если да, то замечательно. Если нет, то почему? Таких совместных рейдов у нас по проверке еще не было. А в контакте мы находим постоянно, потому что обращаются пациенты и жители не только по ценам, а по показаниям медицинской помощи, по показаниям материальной помощи всевозможной. Поэтому мы контактируем все время. По лекарственному обеспечению, по бесплатным рецептам, где вот у нас просто хочется выразить сегодня благодарность нашему управлению здравоохранения Ольге Михайловне и Бондаренко Галине Николаевне, которые вот, сказать вам честно, ну буквально вот в считанные часы они решают этот вопрос. То есть люди ждут лекарства. Такими словами, получается, что у вас взаимодействие налажено, это хорошо. Хорошо, ну вот только, конечно, с Ниной Петровной ситуация все не... Ну это мы в частном порядке разберемся с Ниной Петровной, мы постараемся ей помочь, конечно. Будем стараться, давайте, чтобы у нас таких частных порядков как можно меньше возникало, потому что даже слушать об этом, ну совсем... Да, 8 часов не тяжело, да. В любом случае, Ольга Михайловна, я благодарю, что вы к нам сегодня приехали, Надежда Николаевна, вы тоже, обсудили, я уверен, довольно важную проблему. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Мы сегодня говорили о ценах в аптеках, а также о ценах в социальных магазинах, в сетях, которые предоставляют скидки определенным льготным группам населения. Через неделю мы поговорим о сохранении культурного наследия в районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете обратиться на официальном сайте общественной палаты к общественникам нашего района или же воспользоваться формой обратной связи. Кроме того, написать можно на электронный адрес общественной палаты Одинцовского района. Еще раз напомню, через неделю сохранение культурного наследия в районе. С вами был Святослав Савенков. Спасибо за ваше время и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова